С востока на запад, из города Сиань в Москву, а дальше в Лондон. Китайская делегация уже пятый год подряд повторяет путь предков. Позади участников шелкового пути Казахстан, Таджикистан, Туркменистан. До российской столицы представители Поднебесной добирались 27 дней и преодолели 10 тысяч километров. Главная цель путешествия – рассказать о своей культуре и наладить торгово-экономические отношения китайских провинций с рядом стран. Раньше через Китай проходил шелковый путь. Все наши товары распространялись по всему миру. И сейчас мы хотим возродить эту традицию. Шелковый путь будет способствовать развитию отношений между нашими странами. В этом году товарооборот между Россией и Китаем составил 100 миллиардов долларов. На этом останавливаться стороны не собираются. Новая задача – увеличить показатели в два раза, в том числе за счет знакомства с провинциями и их природными богатствами. Позавчера я вернулся из Китая, где был на 11-й международной китайской выставке «Нефтегаз-2018» в городе Дунин, провинции Шандунь. Провинция Шандунь играет важную роль в экономике страны, истории и культуры китайской цивилизации с ее начала. Этот регион обладает крупнейшими залежами нефти, которые открыли в 1961 году. Презентация китайских брендов – неотъемлемая составляющая программы «Шелкового пути». Участники демонстрируют уникальные продукты и услуги своих провинций. Особый интерес у гостей выставки вызывает стенд с презентацией подведомственной больницы Шенсийского университета традиционной китайской медицины. Врач за одну минуту может определить диагноз пациента. Сейчас мне будут устранять боль с левой стороны с помощью иглоукалывания. Три тонкие иголки за 30 минут устранили боль в спине и суставах. Недаром иглоукалывание имеет успех во всем мире. Это один из древнейших методов восточной медицины. С помощью иглоукалывания китайские врачи устраняют множество заболеваний. С собой участники «Шелкового пути» также везут китайский алкоголь и чай. Я сейчас попробую вот этот зеленый чай. Это, конечно, превосходный. Китайские бренды чайные, конечно, должны завоевать мир. В составе делегации «Шелкового пути» представители китайской прессы. Они освещают все яркие события, которые случаются на маршруте. Я уже второй раз следую по «Шелковому пути». В этом году меня удивило, что в Москве значительно увеличилось количество китайских туристов. Но больше меня удивило, что здесь можно китайской карточкой оплачивать товар в магазинах. Это доказывает, что Россия и Китай все ближе друг к другу. Российскую сторону на презентации представлял телеканал «Большая Азия» – единственный российский участник Ассоциации телекомпаний «Шелкового пути». Я восхищаюсь людьми, которые способны проделать такой большой путь для того, чтобы донести до своих друзей великую культуру не только всего китайского народа, но и центра начала «Шелкового пути» города Сиань и провинции Шинси. Россия уверенно в своей политике разворачивается на восток. И Китай, безусловно, является одним из драйверов этого разворота. Поэтому наш телеканал и сайт бегазия.ру огромное внимание уделяют именно этим отношениям. Участники «Шелкового пути» подарили сувениры российским гостям. Не обошлось события и без сюрпризов. На сцену вышла огромная панда, талисман мероприятия и символ дружбы между народами. Инна Языхеева, Сергей Новиков, Виктор Сухотин. Новости Большой Азии.